Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «У книжной полки» в студии ведущая Полина Митрофанова. У многих невольно возникает вопрос, почему Гоголь, Достоевский, Лев Толстой и многие другие писатели, философы, художники ездили в Оптину пустынь. Почему уже в наше время Анна Ахматова писала «И Оптиной мне больше не видать». Почему на конец 4 декабря 1974 года по постановлению Совета министров РСФСР Оптина пустынь взята под государственную охрану и начата ее реставрация? Почему с каждым годом все больше туристов и экскурсантов посещают ее? На эти вопросы отвечает духовный писатель XX века Надежда Александровна Павлович в книге «И Оптина как лествица вела», которая вышла в свет в издательстве Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Это книга, по словам издателей, «Венок памяти» Надежды Александровны Павлович удивительного человека, русского поэта и публициста, духовного писателя и мемуариста, верной дочери православной церкви. В трудную годину испытаний и гонений на церковь со стороны безбожных властей Надежда Александровна сумела не только сохранить твердость духа и искреннюю веру, но и, будучи человеком творческим, внести свой посильный вклад в православное богословие и агеографию, церковную историю и духовную поэзию. Она прожила долгую жизнь, начавшуюся в конце XIX века и завершившуюся в конце века XX с 1895 по 1980 годы. Ей довелось увидеть, как смещались пласты истории и пласты человеческого сознания, увидеть, осмыслить и запечатлеть увиденное. В настоящем издании сделана попытка представить ее творчество в многообразии литературных жанров, которыми она владела, стихи, публицистика, агеографические и богословские труды. Читателю, впервые знакомящемуся с ее творчеством, предстоит погрузиться в минувший век со всеми его драматическими катаклизмами, не забывая при этом, что ее путь, как и путь многих ее современников, детей страшных лет России, как писал Александр Блок, не был ровен и гладок. Провинциальная девушка родом из Лифляндии, теперешней Латвии, она окончила Псковскую гимназию и для продолжения учебы приехала в Москву, имея в своем литературном портфеле лишь несколько стихотворений, напечатанных в газете «Псковская жизнь». Здесь она попадает в водоворот общественной жизни и оказывается в гуще событий литературной среды. Юной и нескушенной девушке было трудно ориентироваться в идейных программах тогдашних поэтических группировок и сменяющих друг друга, по словам Соловьева, враждебных станов. Она переживает периоды отчаяния, когда все происходящее вокруг кажется бессмысленным и безнадежным, когда рушится все привычное, составлявшее смысл жизни. Как разобраться в меняющемся мире? Первая мировая война, Октябрьский переворот, Гражданская война, голод, потеря близких. К сожалению, в книгу не вошли ее яркие воспоминания, повествующие о детстве, о начале творческой жизни, о встречах с замечательными людьми разного дарования и разной, порой трагической, судьбы. Первая часть книги расскажет о духовном возрастании Павлович и о великой обители православной духовности в Свято-Виденской Оптиной пустыне. Надежда Александровна стала духовной дочерью одного из последних оптинских старцев и расхемонаха Нектария. Самотверженное служение своему духовному отцу и данное ему обещание никогда не прекращает трудов по восстановлению святой обители, разрушенной безбожной властью, определили ее дальнейшую жизнь. Еще при жизни старца Нектария она собрала и записала множество рассказов о его удивительной прозорливости. Часть из них, как подлинный документ времени, приводит в своей книге «Божьи люди» митрополит Вениамин Фетченков, отмечая, что в этих записках скрыты такие мистические высоты, о которых он не мог и подозревать. Эти записки, а также воспоминания старца Нектарии, монахи Агапити, публицистические материалы, поэма и стихи Павлович, посвященные Оптиной пустыне, все это составляет содержание первой части книги. Вторая часть, заглавленная «Богословские опыты», включает две объемных работы, печатавшиеся в советское время под именем архиепископа Антония Мельникова, впоследствии митрополита Ленинградского. В действительности же они принадлежат Перу Надежды Александровны Павлович. Дело в том, что в те годы, будучи членом Союза писателей, она не могла и помыслить, издать сочинение религиозного содержания под своим именем. Ей приходилось, по словам протерии Александра Щелкачева, автора предисловия к ее книге «Победитель смерти», просить надежных знакомых печатать их как собственные произведения. Во времена хрущевских гонений на православную церковь, по свидетельству некоторых московских священников, они пользовались в своих проповедях отрывками из рукописи будущей книги, распространяемой в сам издате. Нередко приходилось встречать людей, пришедших к вере и крестившихся после ее прочтения. Впервые под названием «Из евангельской истории» эта работа была напечатана в богословских трудах в 1971 году с купюрами, восстановленными в настоящем издании. Вторая работа Павлович, также опубликованная под именем архиепископа Антония, «Святой равнопостольный архиепископ японский Николай». Не только подробнейшая биография святителя Николая, но и скрупулезное исследование стратегии и тактики его полувековой миссионерской деятельности, искусство его общения с народом, создавшим уникальную тысячелетнюю культуру, во многом несовместимую с духовными ценностями христианства. Кроме этих работ, во второй части представлены акафисты святителю Николаю Японскому и женам Мироносицам, составленные Надеждой Александровной по всем канонам церковной гимнографии. В последней третьей части представлены духовные стихи. Как видно из мемуаров Павлович, стихи она начала писать в отрочестве и на протяжении всей жизни не оставляла поэзии. Но печататься в советское время ей было трудно. Стихи писались преимущественно в стол. Избрана из них и составила третью часть книги. Читая их, читатель услышит голос человека, отнюдь не старающегося приукрасить время, в которое ему довелось жить. Перед нами искренняя исповедь души настоящего поэта, погруженного не только в личные лирические переживания, но болеющего бедами своей Родины и всякого страдающего в ней человека. Какое счастье, уходя навеки, хотя бы в одном оставить человеке прекрасную и горькую мечту и вечное стремление в высоту. В этом издании собраны воспоминания о насельниках и старцах Оптиной пустыни, о роли святой обители в духовной жизни России XIX – начала XX веков, подробные жизнеописания святителя Николая Японского, а также сочинения «Победитель смерти» – тонкое прочтение священного писания. В обстановке атеистического террора, когда Библию невозможно было купить, а ее хранение и цитирование гарантировали реальный лагерный срок, рукопись Надежды Александровны из рук в руки распространялась в машинописных копиях среди верующих. Надеемся, говорят издатели, что эта книга будет весьма полезна учащимся духовных школ, преподавателям воскресных школ и катехизаторам, а также всем, кто интересуется церковной историей и православным богословием XX века. Дорогие друзья, нам пришла пора прощаться. Как всегда, напоминаю вам, что мудрые и душеполезные книги вы найдете в церковных книжных лавках. И да хранит вас Господь! Субтитры создавал DimaTorzok